В Магнитогорске прошло ежегодное состязание для юных роллеров «Крылатые коньки». Школьники разных возрастов прошли через полосы препятствий, чтобы отстоять честь своей школы. Мероприятие посетили сотрудники ГИБДД, чтобы напомнить участникам о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Участники готовятся к началу состязаний, и одна из их числа – Анна Снегова. На ролике девочка встала не так давно, но уже и не дрейфит. Участница уверенно держится на коньках, потому и в победе своей команды. Уверена. Это первые мои соревнования, но я катаюсь на роликах два года. Я очень люблю кататься на роликах. Я настроена на победу, я думаю, мы победим. На открытии команды познакомились друг с другом и с организаторами Госавтоинспекции города и Правобережным центром дополнительного образования детей. Но самая интересная часть для юных роллеров – призы. Помимо медалей и кубков, команде победителей достанутся и билеты в аквапарк. Мы не отбираем никаких ребят по каким-то критериям. То есть обычные школьники у нас заявляются. Самое главное, чтобы у них был допуск, конечно же, от врача на такие соревнования. Ну и плюс, конечно же, экипировка. Городские соревнования для юных роллеров «Крылатые коньки» проходят ежегодно вот уже более 10 лет. Ранее участвовали только подростки. Но с этого года команды пополнились и ребятами помладше. Всего участие приняли 12 команд по 4 человека. Это школьники с 5 по 9 класс. Аня и Лиза на роликах стоят с самого детства. Наша школа первая. Ну и мы должны быть первыми. Я тоже так считаю. Но мы не можем подвести свою школу. Я один. Это не позволяет. Команды участников прошли через 5 этапов. Среди них юные хоккеисты, лимба, перенос предметов и другие. Этапы направлены не на скоростное прохождение препятствий, а на точность и качество выполнения задачи. Также внимание на соревнованиях уделили и правилам дорожного движения при передвижении на коньках. В текущем году на территорию города Магнитогорска зарегистрировано свыше 4,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий. 300 человек получили ранения различной степени тяжести. 13 человек погибли. В числе раненых 35 несовершеннолетних детей. Один ребенок получил смертельные травмы. Статистика по ДТП с участием детей неутешительная. Потому сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические мероприятия, чтобы напомнить юным пешеходам о правилах дорожного движения. Арина Кучакова, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИН.